Ежегодное содержание дорог обходится бюджету Казахстана в 60 миллиардов тенге. Качество, несмотря на гигантские суммы, не всегда соответствует стандартам. Люди заваливают госорганы жалобами, многие доходят до правительства и выше. Как результат, так и маты получают добрую порцию критики, но исправить ситуацию могут далеко не всегда. В чем причина и помогут ли платные дороги исправить ситуацию, разбирался Ержан Утипкалиев. С начала года от казахстанцев поступило около 20 тысяч жалоб на состояние дорог. Эксперты считают эти цифры заниженными. Настолько плохо в стране с дорогами. А обвинять во всем акиматы теперь стала традицией не только казахстанцев, но и правительства. Глава Кабмина Алихан Смаилов отметил слабую работу акиматов. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тысяч официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги. Акиматами слабо ведется работа по обеспечению экспертизы к качеству местной сети дорог. Некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. По словам исполнительного директора общественного объединения Эдель Декжола, обвинять не значит наказывать. За плохие дороги не могут привлечь даже подрядчиков. Не то, что акимов. К примеру, в Западно-Казахстанской области не наказали ни одной организации. Если взять Западно-Казахстанскую область, которая на последнем месте по качеству дорог у нас находится, то там порядка 40% проб показывают несоответствие. Это данные этого года. То есть почти половина дорог некачественные. Национальный центр качества дорожных активов об этом заявляет. Но Акимат, несмотря на это, все равно их принимает. То сюда доходит очень мало материалов, потому что по дороге они разваливаются, так как ответственность достаточно размыта. По словам экспертов, в среднем на ремонт дорог ежегодно тратят не менее полутриллиона тенге. Но их качество невозможно контролировать из-за закрытости и некомпетентности местных исполнительных органов. Нам приходится обращаться в антикор. Через антикор мы все-таки заставляем. Потому что на портале госзакупок мы видим, что были контракты, были ремонты дорог. Но почему-то в списке гарантийных Акимат забывает их включить. Общая протяженность дорог в стране 96 тысяч километров. Это трасса республиканского и местного значения. Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные дороги. На сегодняшний день плату взимают на 3200 километрах. С начала года таким образом собрали более 25 миллиардов тенге. К 2029 году платная система поэтапно будет внедрена еще на 11 тысячах километрах. По словам экономиста Армана Бесимбаева, это немного в соотношении всей страны. Поэтому логистика не сильно может повлиять на стоимость товаров и, соответственно, на инфляцию. Но альтернативные пути всегда нужны. Причем привлекать к этому нужно частных инвесторов. Зачем государство собой это дело замещает, я, честно говоря, не очень понимаю. Ведь это на самом деле не функция государства. У нас, понятное дело, у нас такая, у нас не совсем рыночная экономика, у нас такой государственный капитализм. То есть главный капиталист в стране у нас, собственно говоря, само государство. Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, альтернативных дорог ждать не стоит. При этом тариф планируют привязать к месячному расчетному показателю. Соответственно, ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться. На новых участках с двухполосным движением министерство введет плату только для грузового транспорта. Я Жану Тепкалиев, Виктор Джигирес, Атамикен Бизнес.